Доброго всем времени суток. Мы играем фармить симулятор на карте golden crest valley. Я что на коречку что ли хожу на каких-то? Ну-ка. А, нет, нормально все. Я немножко промотал до лета, как вы видите. Ну, весна. Весной все закончилось. Мы засеяли все поля, все удобрили. Мы теперь ждем пока все будет с ними хорошо. Между тем, я мотал дальше, но наша живность хочет есть. Я думаю, она хочет шерсть издать. Ну, шерсть шерстью, а займемся мы сейчас именно прокормом этой живности. Так, давайте мы этот трактор загоняем туда. Мы его заправим. Потому что он славно поработал за весну. Пока он заправляется. Надеюсь, он не выключился. Так. Вот эти поля я за кадром сеял. Там у меня курс трудился вообще. Неплохо трудился, но тут он за дома немножко цеплялся. Ну, в целом было хорошо. Так. Что у нас? У нас в этом прицепе что-то есть? Ну, там что-то есть, да. Трава. Так, давайте посмотрим. Займемся живностью. Ну, чисто по живности будет серия. Сено-трава. Да, берем. Во-первых, надо будет их покормить. Во-вторых, надо будет им заготовить сено-солому там. Ну, не солому, а сено-траву. А где их заготовить? Я даже не знаю. Тут таких площадей нету. Я даже думал, живность надо будет продать. Ну, с другой стороны, сколько оборудования, ну, даже не знаю. То есть, как-то тут карта не животноводческая, но ни разу. То есть, вот лугов, где можно нагасить травы, я не вижу. Можно какое-нибудь поле под это отдать, но там один покос за сезон, то есть, это должно быть очень большое поле. Ну, мне жалко такое отдавать. Я с него, там, на какой-нибудь кукурузе больше денег гораздо получу. А так, здесь все, вот видите, под деревьями. Сейчас пока едем, пока будем ездить по этим всем фермам, свинским и бяшкинским, можно будет посмотреть, есть ли здесь где косить. Я вот, честно говоря, не вижу. Я по карте смотрел, но там не видно, где деревья. То есть, вроде такой луг, нормальный, приезжаешь, а там деревья. Так, ездил и буду ездить через поле. Ну, вот сих. Вот так, ну, вокруг поле вот так ездить. Ну, да, можно, но это все так. Так. И радио у меня от вымораживает. Давайте его как-нибудь выключим, что ли, это радио. Радио выключено. Все равно, пользоваться им, ну, не знаю, можно, нельзя, наверное, нельзя. Хотя, с другой стороны, в кармеханике оно работает внутриигровое радио, ну, ладно. В кармеханике оно хотя бы так, под него там чинишь. Чинишь. Так, вытряхнули. А тут трактора рычат. И бяжки блеют. Вот у него инерция-то, а. Вылазим. Ничего, вываливаем. Целая, не целая. Нормально, еще осталось. Мы тут ее за углом поставим. Ну, блин, давай езжай ты. И сейчас заботимся водой. Так, карвун нам в воду везти не надо. У них все с этим делом хорошо. Только к бяжкам и к свинкам. Так, там я вижу у нас еще поддон готов. Это прекрасно. Давайте его сразу подцемем, пока его не загородили. По наступлению осени я отправлю Сидоровича активно работать на полях. Как я уже говорил, я, ой, блин, сдвинул. Наверное, наполняться не будет, да, или будет. Я хочу эту карту так, быстрее закончить. Потому что он тянется долго. Бросать я ее не хочу. Поэтому я тут развил деятельность с Силосом, во-первых. Силос это быстрое обогащение всегда было. Ну, я надеюсь и будет. Так. Давай, давай. Это чуть-чуть. Краешек за. Чуть-чуть. Слушай, у тебя... У тебя вообще какая площадь цепления? Что там она уже упасть пытается, по-моему. Да что ты будешь, а? Сварись ты уже. Во. А, ну понятно. Я ставлю его... Вот вилла для палетов. А это вилла для тюков. Я виллами для тюков его ставлю. Удивляюсь, что он мне так любого ставит. А еще я могу попробовать вилкой суп есть, наверное. Так. Ну что, будем опять трактор топить? Ну хотя его по зиме хорошо топить. Да, будем. А как же сейчас поедем топить? Ведь так? Тонну воды вы выпейте? Легко. И еще попроще. Так, где у нас были живности? Да, они еще воды хотят. Ну что, погнали. Где-то здесь я все это бултыхал в воду. С переменным успехом. Когда топил, когда не топил. Ну, очень фигово с набором воды. Мест просто нету. Но зимой он еще и буксует. То есть нету. Поэтому бочку надо набирать летом. И хранить всю зиму. Благо, живности у меня немного. Так, вот как-то вот тут вот я съезжал. Тут все как-то так непросто у нас. Ручника у трактора нету. Ну, пока стоим. Так, вот колесики уже пошли вращаться назад. Вес набирается. Так, главное не сорвать набор воды. Пошли. Нормально. Сочень гусеничная такая мощная. Но, как ни странно, я здесь еще не покупал больших тракторов таких. Которые легко будут эту бочку туда макать. Но, вообще, вот смотрите. Съезда к воде нет вообще нигде. Вот везде крутые обрывы. Ну, опять же, карта небольшая. Тут большие трактораты и не нужны. Большие комбайны, большие трактораты, в общем, не к силу немножко. Так. Может, правда, живность продать? Я не знаю. Чисто полями заняться тут. Ну, вроде как, начал с ними. И всеми бяжками и свинтусами. Пусть будут. Не так они много времени отнимают. Ну, че там. Нормально. Пошли к свиням. Сейчас мы их там напоим. Эти кормленные уже. Так. Травки им хватит. Значит, с травой не морочимся. А морочимся мы с сеном. С сеном? Ну, все. Нет, силу сам тоже не морочимся. С силу у нас будет. Мы просто прицеп отвезем и все в корону. Вот смотрите. Тут ездить вдоль дороги, только вот косить. Мы сейчас сформируем такую колонну техники, которая будет этим заниматься. Если я вспомню, как модуль фоллуми управлять, я надеюсь, вспомню. И мы так отправимся. И они будут у нас работать. Я вот не уверен, что фоллуми корректно работает стюкователем. Но мы попробуем. Ну, вот, лугов нету. Смотрите, тут поля, тут лугов нету вообще. Тут леса. А траву покосить негде. Негде. Вот только вот такие небольшие лужайки и все. Ох ты, сколько. Свиньи, вы свиньи. Вы все засвиньичили. Так. Ну, бочка у нас кочующая, туда-сюда. О-о-о. Слушайте. А мы... До зимы должны еще раз эту бочку будем набрать. Так. Иначе я зимой там и трактор утоплю. Я в прошлый раз чудо не утопил. Погнали. К сожалению, у нас кукуруза для свиньцев нет вообще. Вот, ни под каким видом. Ничем мы им тут помочь не можем. Мы можем кормить их только корнеплодами и зерном. Больше никак. Так, ну че, хряки. Так, это подметалка. Но тут подметать особо... Ай, нечего. Тут жрать-то особо нечего. У них проблемы. Нету сена. Вот тут лежит трава, лежит силос, лежит салон. Но сена нету. Я че-то как-то упустил момент. И вот в этом вот... В кормушке в этой нету сена. Ладно. Смотрим, че хрякам надо. На удивление, они солому не израсходовали. Как-то они сезонами, что ли, ее тратят. Ну, не суть важна. Кукуруза. Полный облом. Значит, все остальное загружаем. Сколько надо для полного счастья, я, честно говоря, не помню. Но ковшик отвезу. Везти надо на дальний край, да. Тут немножко в этом неудобство. Что кормушки... Кормушка одна, с той стороны видов еды у них много. Еще кукуруза. Ну, ладно. Хорошо, целый ковш ушел, а? Чтобы меня обратно не отвозили. Что, все ушло? Не понял. А, да. Просто мне не пишут. Им вообще мало надо. У них там потолок 800 с чем-то. Надо учесть на будущее. Около тысячи надо. Но все равно не угадай уже. Чуть больше, чуть меньше. Лучше полную высоту. Хорошая каракатица. Каждый раз она такая маленькая, аккуратненькая. Приятно посмотреть на машинку. Так, давай его тряхивай. Ну, вытряхивай, давай. Как-то он медленно высыпает. Погнали. Я еще вот такую же гусеничную не пробовал. Она чуть подороже, но, по-моему, разницы никакой. Ну, только на вид. Там гусеница резиновая мне надет. Так, зерно и канола. Загребаем. По-моему, ячмень, да. Тут ячмень у нас. Вытряхиваем. Вот так вот, да? Смотрите, и это еще не все. Они едят ячмень больше, чем корнеплодов. Какие-то зерноядные свинтусы. Я думал, они картошку уминают. Что-то они тут ячменем балуются. Ишь. Опа. Вот так вот у нас ячменя-то и не будет. Давайте ту ишь полоску уберем. Нет, не вытряхивай, а ты вот так вот давай. Раз. Полторы тысячи, я думаю, хватит. Не посмотрел я, сколько ему сейчас осталось там. А, ну она и не пишет. Ну, полторы-то точно хватит. Сейчас еще обратно привезем. Сыплем. 93 не влезло. Ну ладно. Овербум. На стреле написано. Ой, оканул. Тоже не могу. Ну, у меня вроде в закромах что-то есть. Ну, давайте. Раз вы так едите. Полный ковш вам. Народ на этих машинках ездит вообще так лихо вообще. Там, драгрейсинг. Крутятся на них там. Чуть ли не танцуют. Они будут я, наверное, больше пока насыпать. В принципе, лето промотать хватит. Так. Еще раз смотрим. Кроме кукурузы все зашибись. Коровки. Вода. А только воду я ему налью. Опачки. Это как понимать. Красная частота 100%. Обалдеть. Так. Ладно. Только воду я ему налью. Больше ничего. Больше ничего я их не порадую. Ой, у меня там с трактором, наверное, беда. Ну, беда в смысле, что он трактор-то. Один и тот маленький. Переключить меня уже туда. Вот. Хотя бы так. Трактор-то у меня тут. Вот этот. Давайте попробуем. Отцепись. Вроде из цистерны он налить сможет. Главное, что не пришлось за водой ехать. Потому что он цистерну не вытащит. Такой мини-трактор. Этот мод у меня используется на карте Мазуры. Там, ну, 70-е. Там, старая техника, все такое. О-о-о. По-моему, уйдет и все. Мне отхватило. Фу, счастья. А потом приду с собой большим трактором и наберу эту бочку, ну, к зиме. Ай! Перестарался. Очень мне трактор понравился. Маленький, такой компактный, интересный. Прям вот. Ну, прям, посмотри. Так, пусть пока так стоит. Коровы. Ничего я вам не привез. Успокойтесь. Итак, ну что, формируем нашу мотоколонну. А, вот прям тут сформируем. Во-первых. Как бы нам бы лучше это сделать. Косилку-ворошилку может? Первый пускаем тогда. И, наверное, трактор мы возьмем чуть побольше. Зелененький, конечно, он молодец. Но косилку-ворошилку на него навьючивать. Наверное, будет немножко перебор. Давайте красненький возьмем. Нет, я взял все равно зеленый. Зеленый. Вот так вот. Теперь вопрос. А где у нас все стоит? Широченную косилку брать, смысл нет? Кстати, да, ага. У меня 99 тысяч. Я еще думаю, что мне взять. Ничего не взять. Ничего нам не светит. Так. Итак. Давай. Растопырил ее сразу. Ворошилка. Вот бы ее еще увидеть, да? Тут сгребалка вот эта стоит. Волковая жатка. Тут стоит поддон для тюков, которым я, но не пользуюсь. Ладно. Там чего у нас? А, вон ворошилка. Все нормально. Есть. Так, сейчас подумаем. Я не хочу просто траву топтать сильно. Ну, видимо, ладно. Судьба такая. Потоптать траву немножко. Тут все равно у меня все стоит. Вон следы утягиваются туда. Я просто здесь тоже хочу проехаться. Так. Окей. Это первый трактор у нас. Он будет косить траву и ворошить ее в сено. Так. Пусть работает. Кстати, что там с бензином-то? Заправляться надо? Нормально. Не надо. А второй трактор. Он будет ехать за ним и тягать. Да хоть и этот. За собой тюкователь. Сейчас заправим. Подхватим тюкователь. Я думал, три трактора будет, а мы в два разберемся. Нормально. Ну, в принципе, мне еще сгребалка не понадобилась. И, видимо, поэтому все покомпактнее получилось. Отлично. Погнали. Мне бы сейчас вспомнить, как в Follow Me мод работает. Я не часто пользуюсь. Так. Да, вот если бы еще оборачивал, тогда было бы немножко беда. А тут все хорошо. И сейчас мы тут отправимся странствовать вдоль дорог и прочих мест, где растет трава. Ну, сначала вокруг своих полей покатаемся. Так. Есть. Правый control плюс F. Включить. Ведущий отставать на 20. Ну, пойдет. Растопыриваем. В. А что вот так-то? Крутится. Отлично. Все шарашит. Там человек сидит. Это как раз в Follow Me мод работает. А мы поедем вот на этом тракторе. Мы ему сбросим скорость. А не знаю, сколько. Да, давай, десяточки пока там посмотрим. Эй, ты на 20 метров. О, пошел. Нормально. Так. Ну, чего. Включаем. Да, не задеть бы. Широкая все-таки она у него. Бэм. Переключать. Переключился. Это я молодец. Да. Так. Вроде нормально. Сейчас пересяду. Я хотел переключиться на переднюю. И по привычке нажал Tab. Ну, переключение-то всегда Tab. Все. И мы едем. Так. Тест. За нами остается полоска сена такая. И заедущий трактор его собирает. У меня вот интересно, как он справится с вытряхиванием. Потому что... Ну, это не так просто. Курсплей останавливается для этого вообще-то. Но, к сожалению... К сожалению, в Follow Me наоборот нет. То есть, чтобы их на заднем тракторе погонять перед собой передним. Ну, сейчас увидим. Так. Я покружусь тут под полянки. Видите, он точно повторяет все за мной. Ну, вот такая вот она процедура добывания чего-либо с модом в Follow Me. Можно как угодно делать. Можно несколько комбайнов так уступом расположить. Любые комбинации, возможно. Со смещением. Вот есть. Я не знаю, как он будет выгружать. Ну, мы нашу лужайку-то обязательно выкосим. Как же без этого-то? О, нифига он не выгружает. Чё? Реально? Вот мне реально всё вручную делать? Ну-ка. А. Он просто не попал. То есть, шанс ещё есть. Ну, шанс есть, что мне вручную придётся всё делать. И шанс такой нехилый. Просто там на повороте не собрал. Бывает. Ну, не попал просто в радиус поворота и мимо прошёл. Нормально. Он выкинул тюк. Красота. Красота. И ломанулся, ломанулся, ломанулся. Чё ж так кинулся-то? Ну, блин, ну чё ж так летишь? Собирай. Видите, он просто не проезжает по траве. Проблема исключительно в этом. Так, нам теперь надо эту штуку не цапнуть. Всё-таки широкая у меня ворошилка. Хотя это самая маленькая ворошилка какая есть вообще. Да, в поворотах не берёт. Можно, конечно, проезжать ещё раз по тем местам, где он не собрал в повороте. Чтобы он дособрал. Ну, немного мы наберём. Так, ну, я ещё раз, конечно, развернусь. А, я вот так проеду вот здесь. Пускай он тут собирает всё это. Раз он поворота не мочит, так давай пускай будет напрямых работать. А поворот будем проезжать по уже скошенному. А? Я хорошо придумал? Наверное, хорошо. Вот, то есть прямая. И разворот по уже скошенному. Ну, ты пусть трудится. Так, ещё тюк. Хорошо, процесс идёт. Мы можем кататься вокруг полей. Куда глаза глядят вообще. А потом просто проехать, собиралкой всё это собрать. Да, это исключительно вручную работает. Кстати, можно было курс записать. На самом-то деле, чтобы в следующий раз они всё это проделали уже на курсе. Забавно. Хорошая идея, но поздно пришла. В следующий раз так и сделаю. Такой курс на собирание травы. Отослал их, значит. И потом только вручную проехал, собрал всё это. Хорошая мысль. Надо подумать на эту тему. Но вот это вот зигзаг удачи здесь, наверное, нет. Не получится. Курс тут такого наворотит. Ну, просто крутой очень разворот. Хотя вот со смещением, если со смещением центра, да. Я подумаю над этим. Очень мне эта идея нравится. Отослать трактора и ждать результатов. То, что надо. Так, ты только у меня не врезайся на тебя. Ну, чего? Три тучка есть. А учитывая, что коров у нас немного. Самое то. Я думаю, к осени у меня ещё здесь созреет трава. Созреет трава, звучит хорошо. Вот, и я сюда уже напишу курс на эту тему. Так, не останавливаюсь, не останавливаюсь, пошёл. Вот, всё. И мы так. Кругаля дали и вышли на простор. Я не буду выключать. Я просто вот так поеду. А трактор пусть за мной собирает. Ибо, а почему нет? Он собирает? Он собирает. Всё хорошо. Даже, знаете, можно немножко прибавить. Пару километров в час. Я думаю, будет нормально. Так, он там вот тракивать собрался, да? Да, прибавляй, прибавляй. Я уже уехал. Так. Вот тут главное не собрать поле. Ну, ворошилка не соберёт, а косилкой я на поле не полезу. Так, чё там у нас? А, он тючок ещё один снёс. Снёс. Почему нет? Хорошо. Давай, 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 ползи за мной. Молодчина. О, как гонится. Так, ну я на второй круг, наверное, в поле заходить не буду. Или зайду, а зайду, почему нет? Тут как раз место для второго есть круга. Да, пожалуй, так и надо будет. Один раз написал курс, и всё. И на добычу. Так. Ну, сейчас вокруг поля объеду, и, наверное, на этом мы серию закончим. А сенозаготовки продолжим потом и по курсу. Я сейчас покормлю коров. В принципе, сено у нас уже будет прилично. А по осени мы глобально заготовим сено на зиму. Ну, как глобально, там, сколько у меня коров-то, всего ничего. Можно и не глобально. Так, ну, на углу он, конечно, промахнётся. Опять торопится. А, он тюк ещё, ещё тюк снёс. Молодец. У меня как курица не сушка. Ну, а, да и вот так можно заготавливать прям вот. Можно, конечно, прицеп ещё пустить, который собирает. Но тогда по мере заполнения прицепа придётся отвозить. А вот на follow me вот так вот. Просто красота. Вот ещё была бы ворошилка узкая. Было бы вообще замечательно. Потому что для такой косилки он не нужна. А если сделать ворошилку, ну, и сделать косилку большую, брать широченную, такую двойную, то тогда, ай, в полосу не удастся собрать траву. Ну, и, в общем, надо будет, а сгребалку следом ввести. А тут места мало. Вообще, конечно, можно какое-нибудь поле травой засеять и раз в год его косить. Так, ну, давайте ещё чуть-чуть проедем, чтобы он тут остановился уже вот на лысом месте. Follow me, конечно, при сохранении загрузки вырубится, но тут ничего не поделаешь. Всё, прекрасно. Жизнь прекрасна и удивительна. Да, нам немножко сюда питательной еды. То есть, если это 5, то он тут остаётся где-то 4, а один тюк это 2. Причём там в пропорции. То есть, мы уже насобирали с запасом, с большим запасом. Ну что ж, на этом это серию заканчиваю. Всего хорошего. До новых встреч.